В этом году межрегиональный фестиваль Абхазо-Адыгских театров Кавказский Меловой Круг посвящен столетию образования Республики Адыгея. Напомню, что данный фестиваль проводится с 2006 года. Абхазский государственный драматический театр принимает участие в фестивале ежегодно. На сей раз труппа Абхазского театра привезла в город Майкоп спектакль «Саре» режиссера Мадина Эргун. Фестиваль Кавказский Меловой Круг – это театральный форум, объединяющий ведущие театральные коллективы и деятели театрального искусства не только Республик Северного Кавказа, а также Москвы, Краснодарского края, Абхазии и Турции. Мероприятие способствует сохранению и развитию национальных языков, культурных традиций, обогащению профессионального искусства. В этом году в фестивале приняли участие Абхазский, Адыгский, Черкесский, Даргинский, Кабардинский, Абазинский драматические театры. Открытие состоялось 24 октября в Майкопе. Организаторы фестиваля – Министерство культуры России и Адыгеи. Приглашение поучаствовать и в этом году труппа Абхазского драматического театра приняла с радостью. Ведь на конкурсе есть что показать. Было принято решение повезти в Адыгею постановку режиссёра Мадины Аргун «Сарию». Специально, чтобы посмотреть спектакль, из Нальчика приехала автор пьесы – драматург Зарина Конукова. Мне совершенно не важно, какое место займёт этот спектакль на фестивале. Важно, что спектакль живёт. Мне нравится эта постановка, очень нравится режиссёрский подход, актёрская игра. Абхазские актёры выступали в Государственной филармонии 26 октября. Времени на репетицию было всего несколько часов. За это время необходимо было освоить сцену, которая была намного больше, чем привычной актёром. Наполнить её светом, музыкой и так далее. Времени было в обрез, нервничали и актёр, и режиссёр. Но ведь мелкие технические шероховатости не смогут испортить спектакль. Так как в данном случае жюри оценивает художественную ценность постановки и актёрскую работу. Тем более, что режиссёр Мадина Аргун тщательно проработала материал, чтобы он был понятен не только в Абхазии, но и за её пределами. Спектакль идёт более часа. Всё это время зрители, затаив дыхание, следили за тем, что происходило на сцене. После завершения они долго не отпускали артистового оцени. АПЛОДИСМЕНТЫ Председатель жюри, секретарь Союза театральных деятелей, главный редактор журнала «Сцена» Дмитрий Родионов назвал спектакль мощным и эмоциональным, который забирает зрителя без остатка. Я всегда говорю, мера всему – талант. Если есть талантливый актёр, если есть талантливая пьеса, талантливый режиссёр, вот это единственная мерилка, когда можно говорить, что этот театр замечательный и хороший. Сегодня мы все эти слагаемые видели на сцене, поэтому мы говорим о замечательном творческом уровне Абхазского театра. После спектакля зрители поделили своими впечатлениями. Мне кажется, что здесь не может возникнуть каких-то непонятных вещей, даже хронология, которая там была несколько скакала, она только добавляла динамики. И то, что именно на языке звучало, это, конечно, придавало и эмоции, и глубины. Замечательный спектакль. Мы получили массу эмоций. Эмоции эти нерадостные, честное слово. Нерадостные, потому что бедствие, которое перенес абхазский народ в это время, это просто не передать словами. Мне бесконечно понравился этот поэтичный, полный символики, полный интересных режиссерских решений, полный интересной такой ансамблевой игры. Огромное спасибо вам за то, что вы привезли этот спектакль к нам. Огромное спасибо за то, что поставили. Многих впечатлила игра актрисы Амры на Чкебе. К ней было повышенное внимание и со стороны СМИ. Своё выступление я не могу оценивать сама. Это работа жюри. Для меня главное быть искренней, говорит актриса. Спектакль на самом деле задевает огромный пласт всех проблем и современности, и того времени, и раскрывает героизм той самой Сарии. Решать, конечно, жюри получит, какой-то призы или нет. Но самое главное для нас, что мы выложились и мы играли очень искренне. Абхазский государственный драматический театр не раз завоевывал гран-при на этом конкурсе. И на этот раз трупа надеется на высокую награду. Сам фестиваль завершит свою работу 29 октября. В этот день состоится церемония вручения. Вот тогда и будет известно, кто в этом году заберет гран-при. Эсмаджикирба, Роберт Ломия, Майкоп, Адыгея.